К эфиру Фридома присоединяется редактор дата-отдела издания «Важные истории» Олеся Мараховская. Олеся, здравствуйте, рады видеть вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Олеся, итак, вы вместе с редакцией обратили внимание на опубликованные, стоит подчеркнуть, предварительные данные о смертности россиян за 2022 год. И, исходя, собственно, из этих данных, у вас есть предположения о том, вероятно, минимальном количестве российских военных, которые погибли за эти уже 17, как минимум, месяцев полномасштабного вторжения России в Украину. Скажите, пожалуйста, на какие данные, собственно, Росстата вы обратили внимание и к чему пришли? Да, мы обратили внимание на данные Росстата. Я подчеркну, что не за весь период полномасштабного вторжения, а только за 2022 год Росстат публиковал предварительные данные о смертности. И в этих данных мы, собственно говоря, и обнаружили так называемую избыточную смертность, которую мы считали, там, двумя способами пришли к одному и тому же результату. Эта избыточная смертность не объясняется ничем другим, кроме как потерями на войне. И как минимум мы оцениваем эти потери в 18 тысяч человек только за 2022 год. Но это самая, скажем так, минимальная оценка. Возможно, эти потери гораздо выше. Да, скажите, пожалуйста, в каких регионах больше всего смертность среди молодых мужчин, собственно, за этот 2022 год? Традиционно это, в общем-то, национальные республики, среди которых есть еще и Ростовская область. Я имею в виду Чечня, Северная Осетия, Мордовия, Бурятия. Это так называемые антивидеры по количеству избыточной смертности. И, в общем-то, эти регионы, они совпадают и с данными, которые публикуют Медиазона и BBC. Вместе с волонтерами они ведут подсчет по фамильному... Они ведут по фамильный список всех погибших, но только тех, кого удалось обнаружить либо в онлайне микролог, либо фотографии на кладбище. И сравнивая вот эти пропорции, сравнивая вот эти данные, можно прийти к такой оценке. Скажите, а в этих данных, собственно, причина смерти указывается? Ну, погиб на войне. Нет, конечно. Вы нигде ни на одном официальном сайте в России не увидите подобные графы. Даже была новость о том, что Кремль рекомендовал губернаторам вообще запретить публиковать даже единичные микрологии военным, потому что это собирается под теми же волонтерами и журналистами и тревожит местных жителей. Конечно же, там нет никакой графы потери на войне, но в целом можно легко понять, где они скрыты, потому что есть такая категория, как смертность от внешних причин. И внутри вот этих внешних причин нет смертности от болезней и так далее. Внутри мы там видим отдельную категорию. Это ДТП, убийство, самоубийство, смерти, связанные с алкоголем. Это отдельные категории, которые вот в этой большой категории внешних причин выделяются. И они у нас как бы все время падают. Ну, отчасти от того, что им приказали падать, потому что это категории, за которыми особенно наблюдают. И по указу Путина они должны снижаться, они выполняют этот указ, они честно снижаются. Но при этом в этих внешних причинах есть еще одна категория, остальные как бы смерти, которые никак не называются Росстатом, что это такое. И в этих остальных мы как раз увидели аномальный скачок смертности, который ничем невозможно объяснить. Потому что, ну, по логике даже, внешние причины гибель на войне, она явно сюда попадает, потому что она не может попасть ни в какие болезни, ни в какие другие категории, которые Росстат представляет. Это явно там. А родных, интересно, этих погибших устраивает такая формулировка? Погиб от внешних причин. Я думаю, что родным, конечно же, не такие формулировки показывают. Это, грубо говоря, то, что мы видим в официальной статистике. Не знаю, насколько их устраивает то, что, в общем-то, их гибель никак не проговаривается руководством, что армии, что обороны, что генштабы, что вообще в Кремле. И, да, по сути, их гибель, их близких, она записывается в такую безымянную категорию. Остальные, грубо говоря, такая братская могила, куда Росстат зарывает эти потери. Но это же означает, что никаких компенсаций, никаких выплат. Ну, от внешних причин. Нет-нет-нет, здесь это совершенно не связано. То есть компенсации выплаты, это если ты там доказываешь, что там твой близкий действительно заключил контракт, и действительно погиб, и ты получил удаление того, что он погиб, ты идешь, добиваешься выплат. Это разные категории. Дело в том, что людям сообщают это одним способом, а в официальную статистику это попадает вот в таком виде. То есть они уже просто не уточняют, что это гибель на войне. Но родственники, конечно, знают, где погибли их близкие. Знаете, Олеся, я тоже вчера смотрел все эти таблицы, на конюн не рассматривал. Интересная, конечно, графа. В частности, от самоубийств в России за 2022 год умерло или погибло 13,5 тысяч людей. Кроме того, есть еще вот эти графы, о которых вы, вероятно, уже говорили. О смерти по неустановленным причинам. Таких смертей 40 тысяч. Или, например, данные повреждения с неопределенными намерениями 45,5 тысяч. Ведь Росстат, по сути, мог раскидать и по разным категориям еще другие смерти. Куда захотели, туда и вписали. В целом, да. На самом деле, вот эти категории, это самое скользкое в данных Росстата, потому что, наверное, смерть как таковую им сложнее спрятать, просто потому что они собирают эти данные из ЗАГСов, где, в общем, свидетельство о смерти. Эта смерть регистрируется, и Росстат не может, скорее всего, на нее просто вот в наглую закрывать глаза. Самое очевидное, что они могут делать, это вот как раз рассовывать эти смертности по разным категориям. Поэтому мы использовали не только этот метод внешних причин. Мы использовали метод еще, который позволяет оценивать смертность мужчин вообще, то есть общую, чтобы там тоже, если что, увидеть аномалию. Но мы двумя этими методами получили примерно 18 тысяч, и как бы это совпадает в двух случаях. Соответственно, я все-таки ставлю на то, что смертность на войне, она записывается во внешние причины. Да, она, может быть, там немножко рассовывается под разными категориями, и не все попадает в категории, там, некие остальные смерти, но она вот где-то там, и статистически примерно мы можем ее оценить. Вот в такое значение. То есть это как бы оценка. Сегодня вот, кстати, вышло еще исследование медиазонной медузы. Да, у них уже данные 47 тысяч, говорят. Ну, 47 тысяч – это за все время, да, начиная с 24 февраля и кончая ближайшие даты в 23-м году. То есть они как бы за все это посчитали, потому что они использовали в первом методе не Росстат, а другой реестр, открытый в том числе, и оттуда посчитали данные. Потом снова пришли к Росстату, и, используя немного другой метод, грубо говоря, они получили цифру больше, чем у нас. Они получили 24 тысячи. Тяжелая все-таки это все методика подсчета. Скажите, пожалуйста, Олеся, а какая категория мужчин больше всего, по вашим подсчетам, погибла, собственно, на войне? Ну, эта категория, скажем так, она немного менялась, потому что, очевидно, было в начале, до мобилизации, что в основном гибли молодые люди, которые подписывали контракты. После мобилизации вот этот расклад как бы по группам возрастным, он немного сдвинулся, потому что появилось много людей в возрасте старшем, и они тоже там начали гибнуть. Но примерно, мы как бы по разным оценкам примерно представляем, что вот эта вот группа от 18 до 30 лет, это примерно 40% от всех потерь. Вот 60% это примерно приходится на более старшие категории возрастные. Олеся, и вот еще интересная информация и статистика о потерях. Кладбище погибших в Украине наемников ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае России с декабря 2022 года по начало июня 2023 года увеличилось в 17 раз. Об этом заявил краснодарский активист Валерий Ватановский, который показал это кладбище, снятое с высоты с помощью дрона. У нас есть несколько фотографий этого кладбища. И вот по данным на 8 июля, сейчас в Некрополе уже насчитывается 824 могилы, хотя в конце декабря там было могил только 48. К тому же, еще интересное, пару месяцев назад мятежник Пригожин говорил следующее, далее его цитата. «За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло уже около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту». Конец цитаты. То есть, по словам Пригожина, у него погибло 10 тысяч заключенных и 10 тысяч контрактников. Итого уже 20 тысяч. Олеся, скажите, а вагнеровцы входят хоть в какие-то статистики официальных ведомств? Или это списанные уже изначально люди? Статистики официальных ведомств вы имеете в виду, например, Росстат? Или те, кто... Минобороны, да. Может быть, еще есть какие-то статистики, о которых мы не знаем, за которыми следят журналисты, расследователи. Про статистику Минобороны вообще говорить нечего, потому что ее просто нет. Она остановилась в сентябре 2022 года, где они назвали цифру где-то в 6 тысяч погибших. То есть, 1937, да, Шойгу тогда сказал. Да, да. Спасибо за точное число. То есть, как бы, дальше этого ничего не двигается, соответственно, статистики нет. И что на нее, как бы, что ее оценивать? Даже когда они что-то произносят, в общем, такие цифры, это все время звучит как какое-то издевательство и абсурд, потому что любой человек может представить себе, что это вообще нереальная цифра. Поэтому ориентироваться на Минобороны в этом смысле нет никакого. А на Росстат есть, потому что Росстату не важно, как бы, по какому статусу этот человек пошел убивать людей. Он наемник, он доброволец, он контрактник. Это совершенно не важно, потому что важен просто факт зарегистрированной смерти человека. Если, вот, это обычно происходит по месту жительства человека, вот, то есть, если там появилось свидетельство о смерти, и оно, как я думаю, скорее всего, так и есть, попадает в внешние причины, Росстат туда записывает. То есть, без разницы. Если он считается пропавшим без вести, то, соответственно, никаких справок нет, и этот человек не числится ни в какой статистике. Да, и вот это, кстати, очень-очень ценное замечание, потому что оценить, как бы, пропавших без вести еще сложнее, но, кажется, там довольно значительное число, и, скорее всего, вот, в категории пропавших без вести много не пропавших, а погибших уже. Но мы просто пока об этом не знаем, да. И об этом, конечно, не знают местные ЗЭКСы, и, соответственно, об этом не знает Росстат. Если бы за категорией пропавших без вести следили бы и пытались бы действительно их искать, ну, хоть какие-то бы усилия прилагали для того, чтобы понять судьбу человека, то тогда было бы, конечно, яснее. Но этого совершенно не предпринимается. Мы знаем, что родственники там бьются потом через все ведомства и пишут жалобы, пытаются отыскать своих близких. Это чаще всего безрезультативно. Поэтому у нас есть вот такая вот еще серая огромная зона, в которой, как мне кажется, зарыто довольно много реальных смертей. Да, и стоит напомнить, что после даже Второй мировой войны оставались пропавшими без вести сотни тысяч российских, вернее, советских солдат, и их никто не искал, и по сей день они остаются таковыми. И вероятно, что эта статистика, наверное, никогда не станет никому известна. Кроме того, вы сказали еще, участие людей и участие российских военных, которые погибли на территории Украины во время этой войны, есть родственники, а у многих их и нет, этих родственников. У многих заключенных не было родственников. Об этом нам в эфире рассказывала глава фонда Русь, сидящая Ольга Романова. И еще, Олеся, хочется с вами вот на какую тему поговорить. Журналисты издания «Верстка» со ссылкой на свои источники, в том числе и на высокопоставленного представителя парламента, они сообщали о том, что российским губернаторам сейчас Кремль рекомендовал не публиковать «Некрологи» солдат. Как считаете, как это отразится, собственно, на подсчетах и идентификации погибших, которые ведут и пытаются вести журналисты-расследователи? Вероятно, что данных станет еще меньше? Я думаю, ну, их, конечно, станет меньше, но, знаете, я думаю, это будет совершенно незначительное число. Потому что не то, чтобы главы регионов прям спешат отчитаться о каждом погибшем и написать каждому «Некролог», это тоже такое, на самом деле, частичное явление. Они то публикуют, то не публикуют, там в зависимости, скорее всего, от биографии. Но чтобы лед, рыбу раздавали семьям погибших? Ну, да, ну, понимаете, нас же вроде как интересует именно вот конкретное, да, доказать, что конкретный человек погиб и внести его. Так мы точно уверены, что мы не вписываем там, да, какие-то лишние цифры. Вот эта вот доля публикации от губернаторов, она не очень значительная. Да, конечно, грустно, что если они действительно прислушаются ко всему этому и перестанут публиковать, мы потеряем такой небольшой, но все равно важный источник этих данных. Но в целом на какие-то подсчеты, мы же просто понимаем, что это самый-самый минимум, да, который мы можем дать, потому что это пофамильно подтвержденные потери. Вот, ну, я не думаю, что это сильно скажется на конечном результате, но в целом обидно, если такого источника мы лишим. Тут, наверное, еще надо отметить, что губернаторы все равно на своих территориях имеют некое влияние на средства массовой информации в своем регионе, и губернаторы могут спустить также какую-то команду, не публиковать, не говорить, не писать, не снимать сюжеты. В целом российские СМИ федеральные, они находятся ведь под полным контролем Кремля. Вот и все. Да, они могут это сделать, но дело в том, что они не могут запретить хранить людей, да, на кладбищах, куда приезжают волонтеры и фотографируют, а по могилам и датам смерти очень легко понять, что где этот человек погиб. Ну, то есть там венки, минобороны, флаги и так далее, все это такие атрибуты погибшего на этой войне. Поэтому, да, они... Ну, это, опять же, при том, если тело доставят с фронта в город и похоронят. Ведь действительно, мы уже это проговорили с вами, сколько пропавших без вести и сколько осталось в полях Украины лежать безызвестных этих солдатов. И сколько прошли тел через мобильные крематории. Да, но иногда, знаете, там, ну, не то, что тела привозят, там просто какие-то останки, и даже чаще всего, неважно, кого, да, ну, то есть, как бы, что-то это захоронят. Вспомните историю Пригожина и ЧВК «Вагнер» с пустыми гробами. Что-то такое, да. Ну, в общем, знаете, это всегда, это всегда игра зависимых журналистов с российским государством, где они закрывают нам, в общем, одну дверь с информацией, мы пытаемся влезть через другую. И пока что, пока что, вроде, удается влезать еще хоть куда-то, но они постепенно закрывают эти возможности. И, ну, интересно, когда они дойдут до самого края, что мы не сможем ничего сказать, но я думаю, это будет совсем не скоро. И уж надеюсь, что война быстрее закончится, чем они смогут это сделать. Олеся, если еще говорить о «Вагнеровце», вы являетесь автором материала, который называется «Россия и ее новые герои». Вы изучили жизненный путь некоторых «Вагнеровцев», удалось поговорить с родственниками людей, от которых пострадали, собственно, общались с жертвами преступлений, родственниками, друзьями. Скажите, благодаря чему вот произошла сейчас в России такая героизация этих военных преступников? И как считаете, какое отношение теперь и к Пригожину, и к «Вагнеровцам» после субботнего мятежа и похода «Вагнера» на Москву в конце июня? Ну, если говорить просто про героизацию еще до мятежа, то это все происходит благодаря пропаганде, потому что это такие связанные вещи. Чтобы убедить людей идти умирать на этой войне, ты говоришь, что если ты умрешь, то ты будешь героем. То есть хотя бы что-то у тебя будет. И для родственников, которые теряют своих близких на этой войне, им, конечно, держаться за то, что они погибли не просто так, а они герои, для них это очень важно. Ну и опять же, особенно если мы говорим о заключенных, которые пошли наемниками в «Вагнер», прожить жизнь в статусе, скажем так, бывшего преступника или действия, ну, как бы, не знаю, уголовника, да, это одно, а прожить жизнь или хотя бы умереть в статусе героя – это совсем другое, гораздо приятнее, да. Ну, плюс пропаганда играет в этом самую важную роль, потому что они как раз-таки убеждают, что все, кто погибли, они не то, что дураки, которые пошли непонятно ради чего умирать туда, они герои, и это важно. Что происходит сейчас с отношением… Ну, в общем, до мятежа очень многих это все сильно раздражало, потому что люди не особо хотели мириться с тем, что сейчас вернутся зэки, и они будут героями. К этому, на самом деле, очень-очень, ну, относились с такой осторожностью и даже неприязнью. То есть людям смириться с мыслью, что, вот, там, не знаю, опасные бывшие преступники теперь герои, потому что они продолжили убивать людей. Это было очень сложно. Плюс они боялись, что, ну, как бы, заключенные вернутся, особенно травмированные войной, ПТСР и так далее, и насилие перенесется лично к ним на улицы, в их города, в их дома и так далее. Их это пугало. Сейчас, конечно, после марша, я думаю, что все немного поменялось. Во-первых, потому что в этих колоннах, которые шли на Москву, если и были зэки, то, скорее всего, в минимальном составе. Все-таки «Вагнер» существует давно, и это очень, если сравнивать, например, с российской армией, довольно организованная военетированная группировка, которая имеет довольно значительный опыт боевой, в том числе в Сирии, в Африке и так далее, ну, и опять же, еще со времен Донбасса и Луганска, это натренированные люди, и они в целом превосходят, наверное, даже в чем-то штаб регулярной армии, и они все знают, как себя вести и так далее. Поэтому шли туда, скорее всего, не зэки. Вот, и вот эти вот репортажи странные, где люди в Ростове выходили, встречали, общались и так далее, вот потом, разговаривая с людьми, пытаясь понять их какое-то отношение, довольно сложно, потому что, опять же, туда пошли не болтливые зэки, а более-менее организованные люди, которые, скорее всего, на все вопросы отвечали. Мне приказали, я стоял, я ничего не знаю, начальник знает, идите к нему. Они не выдавали никакой личной информации, они вели себя в этом плане довольно профессионально. Поэтому, как бы, люди слышали только вот эти вот, в общем, крики пригожина, что мы сейчас идем и наведем порядок. Но, на самом деле, в душе, мне кажется, люди очень хотят, чтобы кто-то навел порядок, лишь бы это их, как бы, не касалось, да. Наведите порядок, а мы подождем. Вот, поэтому, наверное, какая-то часть воодушевлена этим, и, наверное, какая-то часть поддерживает. Но, опять же, там, по словам источников, большая часть Федеральной Союзной Безопасности, ну, внутренние сотрудники, там, многие, на самом деле, готовы поддерживать Вагнер, потому что они супернедовольны руководством. Вот, поэтому это такая сложная, на самом деле, тема, и я не смогу на нее ответить окончательно. Говорю только о том, что вот мне удалось из всего этого вычленить и понять. Реакция меняется, потому что, потому что все-таки пригожено, видимо, что такое произнес, что откликнулось у людей. Олеся, спасибо вам большое за вашу работу и за ваши ответы, за ваше время. Олеся Мараховская, редактор «Дата-отдела», издание «Важная история» была в эфире «Фридема». Всего доброго, до новых встреч.